День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Да, добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем работу в прямом эфире, как мы анонсировали. Сейчас у нас во второй части профессор кафедры государственного управления, так это можно сказать, Латвийского университета Ринголс Баудис, который имеет, кстати, опыты парламентской работы. Вот мы успели поговорить чуть-чуть еще до эфира. Может быть, это в какой-то степени уникальный опыт вообще и для Латвии в том числе, когда вроде и преподаватель конституционного права был на разные стороны, так можно сказать, баррикад, и как преподаватель, и как депутат парламента. И, может быть, я вот такое сделаю, предварительное такое вступление для того, чтобы, может быть, начать обсуждать вот сегодняшнюю ситуацию и с правовой точки зрения, и с точки зрения конституционного права. Вот тут совсем свежий пример, на прошлой неделе Конституционный суд признал, что вот те ограничения в работе торговых центров, которые были весной-летом прошлого года, они противоречат Конституции, и фактически они отменены, вот эти вот правила. Они уже и правда сейчас не действуют, но тем не менее. С одной стороны, это вроде бы частный случай, но это показывает, что... Тенденцию. Тенденцию, и это показывает то, что, во-первых, правительство, ну, как мне кажется, чуть-чуть узурпировало власть во время пандемии у парламента, забыв, что мы, в принципе, в парламентской республике, по крайней мере, до юра живем де-факто, как мы видим, это не совсем так. И второе, это показывает то, что очень многие решения вот в это пандемийное время было принято неконституционные, скажем так, и не отвечающие интересам, ну, жителей Латвии. Вот как бы вы это могли прокомментировать? Может быть, кто-то скажет, что, вы знаете, ну, не нужно быть такими жесткими по отношению к правительству, все-таки пандемия – это то, с чем мы не сталкивались, весь мир был в растерянности, им можно это там, не знаю, простить, они хотели как лучше, они хотели защитить вот жизнь и здоровье людей. Во-первых, здравствуйте, спасибо, что пригласили. Если вы разрешите, я немножко кругом подойду к этой проблеме. Во-первых, мне позавчера удалось слышать мнение Мариса Кучинского, который на данный момент руководитель комиссии национальной безопасности. Очень серьезная комиссия. Очень серьезная комиссия, которая контролирует спецслужбы. Я, кстати, тоже в этой комиссии был секретарем в прошлом на Сейме. Так что вот он сказал, что фактически каждая институция на данный момент, каждое министерство в этой ситуации, когда идет война в Украине, работает сколько может. Но проблема в том, что координация между ними очень плохая. И фактически, таким образом, он вроде бы показал на премьер-министра, который мог бы координировать. Но тут вот эту ситуацию я бы хотел выделить. А второй я бы хотел выделить самое такое основное предложение комиссии, которая расследовала проблемы пандемии, которую руководил Козловский. Это парламентарская комиссия, которая... Бывший, кстати, министр внутренних дел. Бывший министр внутренних дел. Так сказать, человек с опытом. И они, ради всего прочего, предложили. Самое интересное, они предложили как решение создать новую институцию, как бы учреждение, которое отвечало за кризисами страны. Это фактически смешно. Потому что нельзя создать такую ситуацию. К чему я веду? Я веду в том, что, конечно, самая большая была проблема координации. То, что к ученицам говорит о данном моменте, можно говорить вообще о всей предыдущей времени, все 30 лет эта проблема есть. Координация. Каждый работает по-своему. Каждое министерство только за себя отвечает, ни с кем не советуется и так далее. Ну и, извините, советуется с министром. С министром, да, естественно. Мы в рамках этого ведомства, да. Полностью согласен. И поэтому было в свое время создано и Цивил Денеста Парвалда, учреждение, которое отвечает за чиновниками. Потом ее опять ликвидировали. Но проблема, которая была в середине 90-х, что фактически министерство – это институции партии больше, чем министерство, которое работает совместно под руководством премьера. Это предложение абсурдное по существу. Он предложил, потому что так всегда и решали проблемы. Есть проблемы. Через чиновников, да. Рабочая группа, комиссия. Вот и решаем, так сказать, сидим и думаем. Все в процессе. Если говорить о кризисе, я, кстати, был тоже один из экспертов, который анализировал с конституциональной точки стороны первый год пандемии под руководством профессора Инна Штейнбук. Ну, эти плачевные фактически такие, с циным, это выводы. Выводы, да. Потому что координация между министерствами и руководством во время кризиса, да, и, кстати, и вне кризиса, она без всякой критики ужасная, да, потому что какое бы время ни было, министры не слушают премьера, да, если бы, конечно, они не в этой партии, которые, да. Если мы говорим об этом решении конституционного суда, наконец, доходим, да, там самое такое мнение, я прочитал очень внимательно это постановление суда, там упрек, нет пропорциональности, не было пропорционального видения, и, конечно, нет логики, почему большие центры закрылись, а маленькие работали. И если мы так смотрим, проблема, опять же, которая выдвигается, это не способство политического руководства руководить чиновников. Или не способство, или просто чиновникам позволять делать, что хочет. Если, конечно, ты чиновник, тебе говорят, ну, придумай что-то, наконец, что-то придумай, он же что-то придумывает, нельзя завтра покупать, например, сковородки, а можно носки покупать или наоборот. Все, что он мог, то придумал, да. И, конечно, в конце концов, также проблематично слушать экспертов, которые, я так понимаю, говорят разные иногда, да. Так послушать экспертов мне, Аквинс Томс, один из ведущихся церковных деятелей на уме, он сказал в свое время, он многое еще говорил, многое писал, но он очень интересное высказывание говорил, которое мне в памяти. Он говорит, если капитану корабля самое главное задание было бы сохранить корабль, то капитан должен бы сидеть на берегу и охранять корабль, но это не так. Если мы так смотрим, самое главное было что во время пандемии? Конечно, каким-то образом все-таки сохранить возможность больниц, принимать больных, чтобы они лечили, но экономика также была один из таких. Нельзя было совершенно убить экономику, да. Ну, убили, да. Убили, да. И поэтому, конечно, подсадили на иглу финансовой, наверное, помощи, и потом, конечно, неудивительно, что промер говорит, да что, никого же нет, они все сидят, так сказать, на пособии, эти коммерсанты, да. Это особенно был такой момент, я никакой не сторонник, поймите правильно, каких-то азартных игр, но это был особенно такой вот знаковый момент, когда говорят, вы знаете, вот этим уже работать мы разрешаем, а вот азартные игры нельзя, тогда государство должно сказать, что или мы этот бизнес говорим, что мы вообще его запрещаем, это одна история, а если он в стране не запрещен, так дайте им работать, а зачем мы должны налогоплательщики платить бизнесу азартных игр за то, что они не работают многомиллионной компенсацией, но это ведь какой-то абсурд, или я не прав? Нет, ну, во всяком случае, я так с удивительным, ну, очень внимательно слушал, когда вы говорили насчет азартных игр, потому что этому, к этой коалиции особенные отношения с азартными играми, они вроде против, да, когда в Риге были, а потом, ну, ничего. Можно, да, вроде бы, да. Но это, я не знаю, я бы не сравнивал с таким образом, я думаю, бардак такой просто общий, да, колхоз, да. И тут, конечно, вылезают во время такой ситуации все проблемы, которые есть у государства, потому что тут, и поэтому я всегда был за народно избранного президента, чтобы кто-то во время кризиса все-таки как-то мог собрать, да. И за что-то отвечать вообще, да. Если говорить о правах премьер-министра, я у меня институт, я руководитель института, это, если бы знать, пятница, института, это, ну... Институт, ну, по исследованию права, да. По исследованию права, да. И мне удалось собрать всех премьеров, ну, почти всех. Никогда нельзя собрать политических бывших деятельностей, потому что кому-то не очень нравится уже больше говорить об этом, и так. Но большинство, я помню, были у вас. Большинство были, да. Там был и Эмсис, и Гайлес. Ну, и говорили, ну, нужно или не нужно больше уполномочий премьеру. Но они дошли до мнения, что не нужно. Что фактически, если хороший премьер, он может руководить и так, и так. Но если посмотреть на решение Козловского, этой комиссии, ну, что новое учреждение в этом хаосе даст? Ну, ничего, полностью. А что надо было делать? Ну, надо было как-то сбалансировать и координировать, да. А что, тогда я вам задам вопрос, ну, как специалисты конституционного права? Во-первых, потому что я помню, что у вас было на эту же тему, вам вопрос задавали на передаче Домбурса, косноты к Латвии относительно недавно. А во-вторых, потому что все-таки у нас юбилей Конституции сто лет. С одной стороны, я думаю, что многие признают, те, кто внимательно читал Конституцию, изучал Конституционное право, что это, ну, в какой-то степени гениальный документ, да, по тем временам. С одной стороны. С другой стороны, кто-то может сказать, что вот видите, вы говорите, что нужен всенародный избранный президент. Нужно все-таки вернуть полномочия парламенту. Значит, все-таки Конституция в чем-то слаба или она просто ее дух и буква не соблюдены? Ну, вы знаете, конечно, ну, например, если кто-то мне скажет вот новую Конституцию записать, я буду смотреть на него, как будто на двойного и, может, тройного агента. Даже так, да? Даже так, потому что... Есть риски. И риски большие. Во-первых, ну, никто не сказал, что мы лучше напишем. А может быть, даже все становится конституциональным кризисом. Поэтому, какой бы ни был тогда документ, он лучше исправлять старый, чем принимать новый. Там многие примеры можно привести, да? Да. Но если говорить о Конституции, у нее вроде самая сильная сторона и также, я думаю, слабое место – это то, что документ написан очень лаконично. Это хорошо, можно интерпретировать, но в других ситуациях, когда Конституциональный суд там видит то, что там не написано, интерпретировать очень свободно, как мы знаем насчет 110-го панта, где бракосочетание между мужчиной и женщиной написано ясно, они видят что-то другое. Это очень-очень опасно. Если мы говорим о этом документе, то в свое время до второго чтения в основном он выглядит так, если не брать эти 15 поправок, которые мы приложили, там преамбулу новую, да, там еще пару, и восьмой, это, 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 ноделя, это прав человека, да, прав человека в восьмой части, да, раздел, то оно более-менее такая же, ну и он до второго чтения его писали для народно избранного президента. Если говорить, то оно очень лаконично красиво написано, если читать, как, как вообще мучились в комиссии, да, и в Саттерсмессе, там был мучительный процесс, там Феликс Целленс, он по пять раз там созывал и комиссию, потом свою фракцию связывал, там, 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 ну очень болезненно, да, и фактически, если мы говорим о, о, о этом процессе, очень хорошо высказался в свое время Павел Шиманес, он, он балтийский немец, он был во всех четырех сеймах до войны, и также был Таутас Падуме в Народном Совете и Конституциональной Ассамблее, которое писала Конституция, он это сказал где-то в тридцатых годах, начало, с самого начала, он говорит, в Латойской Республике с самого начала, с ее создания между собой состезуются два таких течения, первое течение, абсолютизм парламента, а второе, это разделение права, ну, чек и анбалансисты, да, в котором он подразумевал президента, он не думал насчет народно избранного, потому что он был немец, и он понимал, что, ну, балтийский немец не будет никогда избранный, ну, латыш наверняка будет, да, ну, и он очень-очень-очень старался для своих избирателей, но фактически он думал о разделении властей, как таким образом, как будто парламент можно, ну, в каких рамках держать. Если мы смотрим на этот период, в который мы живем, второе время независимости Латвии, то мы видим, что парламент фактически, он очень сильный стал, в том же время отдельные депутаты в нем фактически находятся в таком странном, но они не сильные, ну, как объяснить правильно, потому что после того, как сделали эти выборы и президента, и должностных лиц открытыми, фактически фракциональная дисциплина превалирует над мнением депутатов. То есть фактически, скажем так, что вот права депутата решать самостоятельно резко сузились, если говорить простым языком. Очень, да, и поэтому неудивительно, что так много депутатов независимых. Вот я хотел как раз задать вопрос, ведь это самая большая фракция условно говоря, 20 депутатов уже независимых. Не у всех нервы выдерживают быть в подчинении и быть солдатами фракции 4 года, да. То есть когда твое мнение ничего не значит, да? Да, но конституциональная логика такая, что фактически нужно 50 плюс 1 голос, чтобы сделать коалицию. И эти проблемы по-разному можно решать, но в конституциональном праве нет таких, ну, очень необычных решений. Мы, конечно, можем придумать что-то, да, но велосипед он велосипед, он на двух колесах, и ты просто едешь, да. И в мире это обычно президент, который в этой ситуации как-то стабилизирует. Если президент народно избранный даже без прав, как мы видим, литовцев, да, у них есть некоторые моменты, которые эти права больше, чем нашему президенту. То хороший пример Грибовская, это которая просто в некоторых чиновниках села без соли. Да. Ну как, она не подчинена парламенту, она народно избранная, она 4 года делает и думает так, чтобы народ в этих своих мнениях не был высоким мнением, чтобы она получила следующие избирательные. Потому что она зависит от народа, а не от коалиции. А наш президент, как бы я не уважал, как коллегу, как юриста, который вместе работал, он говорит, да мне все, да лампочки, что народ думает, рейтинги, я работаю для... Коалиции. Ну вот он так не говорил, он для благосостояния Латвии, ну можно по-разному выразиться, но фактически, ну как ты можешь игнорировать свой народ, да. И поэтому эта ситуация работает на политическую элиту и как бы вот кто-то не старался перед парламентом, фактически он, получая место в коалиции, к сожалению, свой рот закрывает и, ну как сказать, работает на народ. Или по-другому, если немножко цинично выражает, с большим аппетитом кушает свой пирог коалиции в своих министерствах. Да, это правда. Ну хорошо, вот сколько ломалось с копьями, в том числе и юристами, и говорили, вы понимаете, вот этот коалиционный совет, это такой вне конституциональный орган, нигде ведь это не прописано в законах, что должен быть коалиционный, с одной стороны. С другой стороны, мы же люди, ну здравые, мы же понимаем, что какая-то координация, наверное, должна быть во всех странах, по крайней мере, парламентской республики есть какие-то коалиционные вот структуры, скажем так. Нет, ну видите, например, тут я не думаю, что вообще нужна какая-то ужасная революция, чтобы конституция была другая. Тут ответ в нюансах, да, например, я не уверен почти ни в какой комиссии, которая избирает чиновников. Они все как будто вот, там, например, ФКТК, да, капитал, да. Пургайл появился после того, когда первый выигрыш член, так сказать, отказался от постов, потому что там какие-то вещи появились публично, да, второе тоже не, а третье. И тут можно брать вот каждый из этих постов, но нет такой прозрачности. Я поэтому лучше бы дал право самые высшие посты выдвигать президенту страны. Абсолютно точно. Он за них будет отвечать. И он оправдываться будет. Потому что все эти конкурсы, это так, плюс-минус, да? И плюс еще второй аспект, да, поскольку у нас все-таки в стране не так много людей, да, и если человек потерпел неудачно в таком непрозрачном конкурсе, то он два раза подумает по теле на второй или третий раз. И вроде бы на нем клеймо, хотя он ни в чем не виноват совершенно. А если выдвигают тебя, ну ты сидишь так, то ты президент видел, да, он тебя выдвигает. Ты не сам выдвигаешься, это другая практика. Абсолютно. И так во многих странах и происходит. И в Литве, и Эстонии так есть. А, так и есть, да? Так и есть, да, основные посты. И поэтому тут вопрос о перемене системы. Я думаю, что фактически, если мы говорим о госуправлении, я в таком мнении, что надо возвратиться к истокам. Не к 1918 году, если говорим о президенте, да, действительно надо пересмотреть. Но я о госуправлении в целом, да, в 1993 году, когда полностью восстановили конституцию, с отверстием правительство Гайлеса создало министерство реформы. Я действительно уверен, что не надо много министерств, надо, например, ВАРМ, да, эти функции, которые по охране среде отдать, там, не знаю, министерству экономики, и надо действительно думать, как сократить. Потому что мы видим, что бюрократы себя не сократят. Это должна быть цель. Цель правительства, как основная, да, делать реформу. Потому что обещать перед выборами, как это в прошлом парламентских выборах, мы сделаем три министерства. Во-первых, абсурд, так и так дела, которые надо делать. А во-вторых, анализ. И мы пропустили хорошую возможность, идеальную возможность в 2009 году сделать реформу. Потому что там действительно, я сам был начальником управления по делам религии, по-моему. Нет, я был по регистру. Регистра предприятий. Я был руководителем регистра предприятий. И вот как-то попалось тот момент, когда сокращали. Там по часам шло, по 100 тысяч, там, 200 тысяч сократить. Там была паника. Там была страна на грани дефолта. Да. И тогда действительно надо было анализ. Но тогда анализа не было. Тогда и ликвидировали, кстати, это БУВ инспекции, которые... Чем это все закончилось, мы знаем, да. Ну да. И фактически, ну, в конце концов, народ очень любит Валвиса Домбровского, потому что он хорошо выглядит и всегда в галстуке, и всегда такой упрятный. Но фактически он пропустил возможность действительно реформировать страну. Но это надо делать, потому что мы же тогда, если смотрим, в 90-е годы были 2,5 миллиона, сейчас миллион. А количество чиновников не сокращается. Реально. Да их больше стало. Их даже больше стало. Даже больше стало. Например, в этом ВАРОМе, да, он же отвечает, одна из больших таких функций смотреть за делами самоуправления, да. Тогда был один департамент в этом министерстве реформ, который отвечал за эти дела. И так можно дальше продолжать вот этот пара, соор, координация с центром, где сначала было 3 человека, потом уже 18 с большими зарплатами. Но тут другая тенденция. Вы затрогали вообще другую тенденцию, которая еще, о которой мы не говорим. Например, да, пара соор, координация с центром, раньше было в ВАЛС-канцеллере. Значит, сделали отдельную. Отдельную. Сейчас опять обратно засовывают. Но все остаются. Все остаются. Просто меняется вывеска. Да. Также это ФКТК реформа, да, которая финансовая эта реформа. Раньше, вот до 2000 года всегда упрекали латышский банк, какой бардак, вы не сможете контролировать эти отдельные банки, да. Поэтому вывели и создали отдельную, теперь обратно. Теперь обратно. Это имитация работы, да. Это не реформа. Это не реформа. И вот тут даже чурики появляются, да. Например, Цицковскому сказали реформировать, он реформировал, а потом оказалось, что он всех не может реформировать, хотя он сам фактически это знал. И на 2% сократились вообще, там ноль кому ноль, потому что он отвечает только госканцелярию. Тут даже вот появляются так вот некрасивые дела, которые вот изначально ясно, что обманывают, да. Я такой вопрос хотел задать, вот возвращаясь к предыдущей нашей теме, что касается Конституции. Нет такого ощущения, что народ, вроде бы это и объективно правильно, хочет слишком много от Конституции. А она все-таки такой достаточно символический документ. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот вы сами упомянули, что вот там записана статья, мы знаем, что брак – это союз мужчин и женщин, да. Брак, да. С одной стороны. И вроде бы в Конституции написано, надо ее соблюдать, Конституция даже выше наших международных соглашений. С другой стороны, ведь Латвия, мы же будем реалистами, не живет в вакууме, да. Есть Европейский Союз, есть общие тенденции. Нам говорят, вы знаете, ну, вы знаете, современные тенденции брюссельские, что вот мы должны уважать любую, как сейчас нам говорят, семью. Неважно, кто с кем, я извиняюсь, так сказать, там сожительствует. Мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, мужчина с женщиной. Мы должны уважать этот общий европейский концепт. И мы уже не можем сказать, вы знаете, мы хотя Европейском Союзе, но нам плевать. Мы будем придерживаться вот того, что написано Конституцией. Следующий момент такой, тоже весьма важный, что касается Конституции, к примеру, да, это вот статья сотая, где запрещают нам цензуру. Говорят, у нас цензуры нет, с одной стороны. С другой стороны, ну, мы же тоже живем в реальном мире. Сейчас происходят военные действия прямо в Европе. И уже каждый, даже из журналистов, не может сказать, вы знаете, а я что хочу, то и говорю. Хочу, буду говорить, что вот это никакая не война, а какая-то спецоперация России по обеспечению гарантии безопасности. И мы будем в Латвии говорить так. Ну, к нему придут и скажут, подождите, ты же в Латвии живешь? У нас есть нормы обеспечения государственной безопасности. Это, конечно, так сказать, цензура у нас запрещена, но, тем не менее, у нас все-таки не анархия. И вытекающие законы, которые могут даже привлечь, как мы знаем, за пропаганду войны к уголовной ответственности. Несмотря на наличие сотого, вот этого панта, я к чему веду? Что все-таки нам тоже не надо, наверное, чуть-чуть абсолютизировать Конституцию и пытаться как-то по-другому на нее посмотреть. Или я не прав? Ну, сказанули. Да, буквально, да. Первый вопрос я все-таки отделил. Второй, ну, вы сами отлично объяснили, что сотый пант, ну, не может быть абсолютный. Потому что все-таки у нас есть 116-й, который определяет принципы, по которым эти права, ну, не ущемляются, сокращаются во время, ну, например, войны. Это другое дело. Это отдельные формулы, которые суд конституционально рассматривает эти ситуации. И, конечно, такие формулы должны быть и у парламента, который принимает законы. Это другая сфера. Если мы говорим о 110-м, там, конечно, проблема побольше, поскольку, ну, там в Конституции написано черное и по-белому, да, а судьи прочитали другое. Другое, да. И там это фактически, я не буду вникать в эту проблему, это опять отдельный разговор, да. Но фактически это получается то, что это уже тенденция. Например, там же у нас в Конституции также 99-й панк, где вторая часть говорит, что церковь отделена от государства. Никто до сих пор, ну, кроме ученых и кроме мнений, не знает, что это. Что это такое? Суд всегда как-то кругом обходит. Что это такое отделена, непонятно, да. Например, есть другое, например, в 52-м панке Конституции написано, что если президент отказывается от твоей поста, умирает или его отзывают, то, ну, то или он выезжает куда-то, во время его отсутствия его место выполняет член, председатель Сейма. А если нет председателя, то заместитель председателя. Не написано такого. Не написано, но... Но это происходит на практике. И до где-то 2003-м году, 2004-м году, когда мы вступили в Евросоюз, очень-очень осторожно подходили к интерпретации. Если там черно-побелом, нельзя. Фактически президент страны очень свободно интерпретировал. Я не говорю, что это плохо. Но фактически это опять отход от этого, вот то, что написано в Конституции. И таких мест мы еще можем найти довольно много, да. Это, с одной стороны, показывает, что Конституция живет своей жизнью, да. А реальная ситуация все-таки от нее отходит, да. Если мы говорим о 110-м панте, то там является нормальная, ну, нормально, побочный эффект демократии, если так сказать, что такое нормально вообще, тогда этого не хватит времени, что это обсуждать, что в наши дни вообще нормально. Но там явно выглядит, что фактически мы на той тропе, где высших судей, Конституционального суда все-таки рассматривают по его личным отношениям к ценностям. В прошлом сейме, это Кирштейнс, Александр там высказал свое мнение, что Куч, судья Артур Скучи, который судья тоже, тогда избирали его, что он очень либеральный. Я сам шел на защиту Кучи, говорил, что он не такой либеральный, но там не было такого борьбы на конституционных ценностях. Фактически это решение показывает, что действительно это будет также невыбирание Саны Теосиповой судей в высшем суду, потому что она очень свободно объясняла это решение, это кажется, что это уже будет норма, что все-таки будут рассматривать судей Конституционального суда, его мнение и взгляд на мир в Америке. Сейчас один судья, он мог бы на пенсию уйти через 2-3 года, он уходит сейчас в пенсию, да, и избирать новую суду. И они очень считают, эти концертины от републиканцев судей, а эти от демократов, да, мы не знаем, Трамп придет или нет, сомнение большое есть, он может прийти, лучше давай пенсию отправим своего этого. На всякий случай. На всякий случай поставим, потому что Трамп уже ничего не сделает. И там мысли такими категориями, мы всегда как-то от этого отходили прочь, да, у нас вот абсолютное право, юстиция, но мы никуда далеко не ушли. Так что это феномен большой, если мы говорим о Конституции, хотя есть вещи, которые там написаны, так сказать, гвоздями прибиты, это вот, например, чтобы поменять 100 депутатов, сделать, соответственно, я думаю, это пора 100 депутатов, ладно, это было когда 2,5 миллиона, сейчас у нас миллион, но с 70 вполне бы справились, вполне бы справились. Еще, наверное, многие дискутируют, не ввести ли нам смешанную систему, тоже из-за невозможно, наверное, это будет сделать. Ну, это еще так, можно как-то свободно интерпретировать, там это другое, ну, например, вот изменить это число 100 не можем, никак. Никак, да. А там два варианта, или это 7 делает, но там опять же 7, понимаете, если чисто человеческий сидит, это депутат, ему говорит, вот 70 вместо 100, он же себя видит в этих 30, а может он сокращает себя, это тупиковая ситуация. Это абсолютно, это помните, как говорили, нужно решить депутатов компенсацией, и даже если он на сегодняшний момент не запросил компенсацию, он говорит, я не понял, а зачем же я должен себе по ногам-то стрелять, из какой стати? Ну, это человечно, каждый думает о себе. Ну, это же естественно, да. Это естественно. И поэтому другой путь, это референдум, его сделали фактически невозможным. Вот это то, что я хотел у вас спросить. Да, его фактически сделали невозможным. Изначально в Конституции и так очень высокий потолок, порог, да, алгоритм кворума. Там надо, чтобы Конституцию изменить, да, надо половину из всех избирателей. Если брать прошлое, прошлое сейм, да, то получается где-то, где-то 700 тысяч, да, с копейками. Очень высокий порог. Очень высокий порог. Хотя на прошлых выборов пришло 54-55% избирателей, это пришло 800, да. И, ну, тогда, когда писали Конституцию, фактически Латышская Республика, она была единственная, в которой из всех течений, которые тогда могли создать государство, там негро был, там была стучка от большевиков, она единственная сказала, мы за то, что сделать всеобщий выбор первым делом, когда вот возможно, и потом, когда вот всеобщий выбор, выбрать Конституциональную Ассамблею, да. Это и получилось, это был большой риск, потому что тогда были очень популярны левые идеи, да, и социал-демократов было много, да. Но во всяком случае, тогда они вот, когда вот начали делать Конституцию, им страшно было, как бы эти референдумы, которые тоже, если так сказать, ну, их легко очень делать, организовать, они могут дестабилизировать ситуацию. Они сделали большой порог. В 2012 году, когда был референдум за второй язык русский, фактически государство пропустило идеальную возможность насчет интеграции, да. Все подмели под ковер, да, в латышской языке, думаю... Уничтожили референдумы, как таковые, да, де-факто. Да, да. И на этом все закончилось, да. Уничтожили референдумы. Вместо 10 тысяч, чтобы собрать подписи... 153 тысячи, да, фактически, почти. Ну, это... Это нереально. Это нереально, да. Я согласен, 10 – это мало. Мало. Ну, может, было 50-60. Ну, ладно, ну, у них 150. Это нереально. Это нереально. И фактически референдумов у нас нет. Что получается на практике, там, монобалл сымитирует референдум, это тоже нужно, но это имитация того. И поэтому, фактически, мы в тупаковой ситуации, если говорим, что мы хотим изменить это число депутатов и тому подобное. Может быть, последний такой вопрос, совсем мало времени у нас остается. Не кажется ли вам странным, я даже вам, может быть, задам вопрос не просто как преподавателю вуза, а даже как бывшему депутату, что, с одной стороны, людей лишили возможности референдума и сказали, что единственная возможность, как вы можете серьезно повлиять, это раз в четыре года выборы. Ну, в парламент сейчас мы будем говорить. И, с одной стороны, логика подсказывает, что это, наоборот, должно было бы увеличить явку, потому что люди видят, что по-другому они повлиять на власть не могут, и все бегут на выборы. А у нас, как мы видим, от выборов к выборам все явка. Ниже, 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 ниже. Понимаете, я когда читаю статистику первой, первого времени независимости, да, там Олманы сказал, всем людям надоело, да, это самоправие партии, но последних выборов на четвертый сайм было больше 80 процентов. Да, 81, там что-то было такое, да. Но нас на нынешний момент мы сокращаем очень-очень быстрыми шагами. Страшно даже подумать, сколько будет на этих выборах. Да, да. И тогда получается, что фактически, да, из всех избирателей, да, где-то, может быть, 10 процентов будут руководить остальные всех. Но это тоже можно объяснить. Административная реформа, варакляны, да. Люди одно говорят, парламент, суд решает по своим алгоритмам, но люди все равно, они остались при сомнении. Да, да, да. Но если даже это другой вопрос, то даже если мы видим, что на внеочередных выборах Рижскую Думу, это ведь самая близкая к тебе власть. Да. Приходит 30 процентов от имеющих права голоса, мы сейчас даже не граждан не берем, там 30 процентов от имеющих права голоса, но это же ужас, если так вот разобраться. Ну, я очень хорошо помню, когда Эгил Славиц первый раз шел на президента, это был в прошлом сейме, там были кандидаты Мартинч Бондарс, Долгополов, Эгил Славиц, разумеется. Сделали народный опрос, все говорят, Эгил Левиц, выбрали Раймута Левиц. И потом, я думаю, на этот раз даже не пытались играть с народным мнением, да. Нет, нет. Эгил Славиц был избран. Поэтому, я думаю, тут такие моменты, что очень многих, много раз народ теряет веру в государство. То, что они на что-то могут повлиять, да. И, конечно, если говорить о конституциональном суде, он действительно много что делает, дискуссии делает и тому подобное, но народ чувствует, что фактически не работает то, что не работает. Он теряет свою веру в государство, и это очень опасно для существования государства, потому что в основе все-таки, как мы видим в Украине, да, это человек, и он хочет защищать свое государство. Он хочет... Это основное. Основное, да. И Зеленский, какой он не был комедиантом, мне, кстати, очень все три сезона нравилась «Слуга народа», там действительно... И не только вам, да. Да, он классный просто. Но он стал государственным лидером не потому, что вот он просто включил, как актер, вот сейчас и выдающего рукодителя, потому что народу надо было, и он был в нужном моменте, в нужное время... Нужно признать. Хотя к нему вот до этого кризиса относились очень скептически. Да. Если мы так по истории смотрим, многие выдающиеся лидеры, их не любят на выборах, тот же Линкольн, да. Да. Он никак не мог попасть к президентам. А потом раз, война, и он стал лучшим президентом. Даже Черчилль мы помним, да, так сказать. То же самое, абсолютно. И помним, как после того, как он победил, как его очень быстренько, так сказать, сняли потом. Да, это кризисные руководители у нас на данный момент не кризисные никаких нет. Мы можем с грустью вспоминать время, когда Вайра Витя Фрейберг руководила. Нравится, не нравится ее политика, но она была вот просто вот как... На своем месте. Нужно паразит. Вот тут одно, теория, да, вот Георгий Славец очень хорошо, действительно, я там цитирую, мог объяснить сущность президентуры, но одно объяснять теоретически, а другому самому и работать в этом. Да, вот с практикой этого, наверное... Да, ну не успели все обсудить, я думаю, что еще будем вас приглашать. Рингос Балдис у нас был в прямом эфире профессор Латвийского университета. Большое спасибо. Спасибо.